времени доброго готовится очередная отправка культур в география ссылки клеток просто не имеет границ но пока только значит по планете земля пока в другие другие планеты не отсылали ну вот земной шар можно сказать уже целиком и полностью мы освоили так сейчас мы посмотрим значит что я хотел здесь показать здесь я хотел показать нет это будет мешать только освещение вот так вот так и вот такое ощущение как есть я хотел показать это контрольный отсел те заказы которые сделаны сейчас там аляска потом техас по моему еще какие-то другие регионы вот значит ни одна отправка не делается без контрольного отсева как только человек делает заказ значит производится обширная но это обширное мне тоже нужны были клетки и в то же время перед тем как править клеточную культуру вот сделаны контрольные посевы для того чтобы убедиться что на отправку пойдут живые клетки абсолютно нет никакого желания править но у человека поставить ситуацию когда он будет что-то выводить у него не получится и в то же время для того чтобы мы четко понимали в каком состоянии были отправлены клетки значит всегда делается контрольный отсев так осторожненько чтобы все не ушло видим что здесь есть клетки разной степени активности разной степени роста но обратите внимание посева сделан таким образом что фактически здесь попало две точечные засева ну нельзя сказать что это клетка попала это скорее всего комплекс клеток но точечно то есть они радиально разрастается в обе стороны то же самое происходит здесь здесь один клеточный засев то есть радиально не пойдут в обе стороны культура будет довольно таки сильно здесь попала скорее всего больше вот клеточного массива и они будут соответственно много отличаться своими свойствами так у меня здесь есть вот такое специальный прибор для более такого детального исследования происходящего вот в пробирках вот увеличить как видите это штанг к 17 там есть маркировочка вот этот вообще хорошо попал ну и сразу вам должны вы обратить внимание что если вы наблюдаете у себя при контрольных посевах вот здесь 10 пробирок на штативе и вы видите вот такую картину то естественно первым первонаперво для клонирования этой культуры мы возьмем естественно вот самую активную самую такую вот обширный рост на пробирки из нее мы соответственно можем высеять сделать агаровых посевом на вот таких же агарах на пробирках там или на банках на бутылках в чем там будет делаться мы их можем сделать из этой пробирки бесконечное количество их может быть сто двести тысячам помните что для посева вам не нужен кусочек агара это большая ошибка которая бытует в интернете относительно таких посев вам не нужна вообще никакая ну никакие там отрезы никакие срезы для того чтобы сделать посеве из этой культуры достаточно прикоснуться кончиком петли заостренным кончиком петли достаточно коснуться просто вот этого пушка каком-то месте или там чуть-чуть на чуть-чуть это имеется ввиду даже не миллиметр то есть сделать малейшее движение по этому пушку и проколоть другой агар в другой пробирки бутылки банки в чем вы будете готовить агаровые среды этого достаточно ровно для того чтобы сделать посевы соответственно если это делать правильно и чисто то из этой одной пробирки можно их сделать бесконечное количество самих посевов и если делать пересев то вы понимаете что если вы сделали соском то есть взяли немножечко этих клеток то прокол посевного агара мы делаем центре и радиально он будет разостаться в разных вот такой небольшой экскурс в дальнейшем чтобы вы не задавали вопросом как это все дело пересевается значит к 17 отлично дальше тоже то же самое что кто заказывает для практического грибовостров там идет если я не ошибаюсь это самара по моему будет вроде и не помню ну неважно значит как видите отличный рост я взял первую самую такую вот обширную но я боюсь мне в одной руке держу телефон другой руке боюсь чтобы не перевернуть штатив ладненько давайте так вот так сейчас я немножко ну и здесь хороший 80 вообще у меня отличный штамм важно было его провести через он проходил недавно этап очищения поэтому для меня контрольные отсевы были крайне важны и крайне важны потому что каждая соответственно манипуляция каждый посев каждое мероприятие каждое что происходит клетками она вносит какую-то какой-то фактор из внешней среды и в дальнейшем все культуры должны проверяться здесь обратите внимание что произошло тут тоже относительно посева жидких культур значит я там показывал в одном видео что саму жидкость надо вот таким вот образом наклонять пробирочки и стараться чтобы клеточки где-то зацепились и нужно упасть значит я там рассказал как это делается наносим жидкость то есть распространяем по агаровой среде держим какое-то время чтобы клеточки упали на агаровую среду потом немножечко вот так вот оборачиваем жидкость сливаем и возвращаем предыдущее положение значит как здесь на этих примерах мы видим что клеточка где-то зацепилась соответственно на агаровом скосе а здесь что произошло клеточка не зацепилась но сами клетки ждали пока немножко выпарится вода и когда она выпарилась клетка уже начала расти на самой агаровой среде желательно чтобы она прицепилась где-то на агар теперь относительно .17p80 видите свою отправочку здесь что здесь продублировано большом количестве такой самодельный я это произведение искусства я тут ваял без энтузиазма как видите вот штатив ну что из этого получилось вот здесь наглядно видно здесь та же самая ситуация видите клеточка не зацепилась но начала расти из свой среды внизу естественно это время просто будет занимать это видите то что зацепилась она уже вот в таком состоянии то что не зацепилась она начинает расти внизу по 80 делал я их много потому что штампы 80 мне вообще очень нравится и хорошие красивые грибы и поэтому я ему надо множество это те культуры которые и на отправочку и еще здесь одна тоже штатив к 17 тут клонировали значит в более таком обширном состоянии почему те пробирки более заросли этим менее зашли потому что как вы видите пробирки находились в инкубаторе и в инкубаторе там вот нагревательным элементом является вон та лампочка естественно те что стоят ближе к лампочке температура выше заросли более быстрее те что вот кстати такой вот контроллер температуры как видите в инкубаторе у меня 26 градусов такая катетская температура на которой быстренько появилась бы триходерма то есть инкубационный такой температура триходермы 26 28 градусов это не страшно лучше я ее увижу на процессе вот инкубации быстренько и отбракуются те пробирки которые не пройдут инкубацию и вот лучше это пройдет сейчас чем это произойдет уже на на пакетах когда это все начинали начнет вылазить зеленью и приблизительно если из одной пробирки мы делаем 12 13 таких вот пакетов то можно себе представить что ошибка на пробирке и посев вот вот это 12 допустим пакетов вот это все позеленеет мы это потеряем крайне нежелательно намного проще отбраковать это на этапе инкубации и смотрим дальше здесь тоже самое на на правке у нас это 5 посевы скорее всего были сделаны агары вот такие плоские стали здесь видно забирали культуру когда делали посев здесь видим вот такие моменты это все к 17 был сделан из одной емкости посевы поэтому никогда не нужно делать там одну пробирочку 2 видите из 20 штук одна оказалась та же самая жидкость тот же самый флакон но клетки здесь пока просто не начали это не значит что они вообще здесь не начнут внизу как видим жидкости еще много осталось может и когда она подсохнет я наблюдал такое что уже даже пробирки которые месяц стояли и на них начинался рост мицелия здесь видим королевская королевская вешенка контрольный отсев тоже из флакона ну как видим нечего добавить то есть видите мицелий качественный белый без включений без никаких других вот и наблюдаем вот такое то что нам нужно и опять же тот вариант когда видим отставлена пробирочка из той же емкости тоже маркировка все делалось параллельно агаровая среда стала стерильной но клетки не пока просто не показали такое бывает законоверный такой нормальный процесс творческого поиска здесь видим какие-то нагромождения из нам хочется верить что это нагромождение шампиньона вот это нечем заняться скажем так и здесь те же самые переседы тоже наблюдаем что там происходит ну вот видим что здесь вообще роста нету никакого здесь видим бактериоз выглядит вот вот таким вот образом распространяется очень быстро где-то за 24 часа это сразу говорит что это пробирка испорчена очень наглядный вариант здесь показались такие округлой формы культурки ничего пока не можем сказать за эти культурки многие вообще многие грибы растут вот таким вот образом и на этом этапе сейчас трудно делать какие-то выводы что это но это речь идет о шампиньоне здесь большой вероятностью можно сказать что вот это вот вот эта колония это мицелий шампиньона а вот это что находится вокруг него сейчас пока опять сказать невозможно потому что здесь мы видим нити-образные рост мицелия характерные именно для грибов а вот эти округлые могут быть все что угодно начиная от бактериоза и заканчивая триходермой и всем остальным и здесь это остатки после посева культура m5 вот это тоже делался контрольный отсек по маркировке видим что это 7 16 была сделана посадка вот и видим ну вот иногда так остался просто агар даже иногда понаблюдать за ним не будет ли какого-то инфицирования не пойдет ли постороннику это рост мы видим здесь вот такое вот эти ваши контрольные отсевы то есть все отправки которые сейчас будут сделаны на днях вы видели что происходит здесь значит ожидается что из тех культур которые вы получите вы получите такой же должны получить вот такой же результат в чем я в принципе и не сомневаюсь если будут возникать какие-то вопросы относительно всего остального то звоните пишите и ну и понятно в тех материалах которые вам будут сопроводительно отправлены с этими клетками там есть весь материал о хранении разведение размножение клонирование и бутылирование там в общем все так есть на этих материалах и соответственно как из этих клеток довести до уже непосредственно до грибов если возникают вопросы звоните постараюсь вам четко и лаконично на них ответить ну а тут очередной материал для работы тут разное есть есть рабочие есть ну вот так вот у меня маркируется там видите если здесь что-то обозначено значит это маточные мицелли и здесь соответственно тоже очень хороший это штамм м 2181 это уже готовимся к осенне-зимнему сезону это холодолюбивый штамм как видим красота среди бегущих первых нет и отстающих и вот здесь ну и вот там ну и короче куча тут пока готовимся к посадке вот творческие поиски относим там жидких культур тоже такое дело здесь также созревают будущие маточники если из этой баночки получается один такой вот пакет а из этого получается 12 уже пакетов первой генерации рабочего мицеллия то соответственно значит вот из 250 грамм вот такого зерна мы сделаем вот такое количество уже первой генерации рабочего мицеллия а это ну где-то в районе 55 килограмм и что хотел сказать а вот что хотел сказать обратите внимание это все находится в одном помещении и разница температур между вот этим стеллажиком как вы видите и вот этим стеллажиком как вы видите буквально ну максим максимум это может быть один градус просто один градус разницы в температуре между двумя разными стирала стеллажами и вот обратите свое внимание даже не вооруженным взглядом человеку может быть далекому от грибоводства даже на первый взгляд видно и понятно что здесь так вот остановим камеру что здесь пакеты и здесь пакеты выглядят абсолютно по-разному то есть видим что здесь намного сильнее вот уже колонизирован колонизировано зерно и такие вот точки роста обширные видим на этих пакетах хотя это все одна партия делается все одновременно это я хотел к чему сказать что очень важны вот эти мелочи именно в грибоводстве они играют иногда ключевые роли вот такая мелочь как будто даже разность температур буквально в один градус как она сильно влияет на зарастание колонизацию вот этого зерна я всегда говорил и говорю что запомните что если это тоже отрасль сельского хозяйства выращивание грибов но если общее сельское хозяйство это как сказать это как работа сварщика то сельское хозяйство связанные с грибами это ювелирная работа и тонкая которая требует выдержки терпения ну и определенного опыта и знаний а с вами был макс селлер на канале фанима шум скул следите за публикациям будет много всего интересного относительно грибов и не только